всем доброго дня сегодня мы расскажем как у нас устроена вентиляция в нашей теплице смотрите их вентиляции два вида если у вас двухслойный поликарбонат вот как у нас смотрите видите два слоя наружный внутренний то чтобы не образовывался вот здесь конденсат видите образуется но он не в таком количестве его практически нету видите сухо почему я сейчас был включил на чаще было вообще включена только ночью ставится вот такие вент канальные вентиляторы задувается теплый воздух берется с верхней части потом он задувается в полость между поликарбонатом и через полость эту прогоняется теплый воздух и выгоняется в том отделение там прорезано окошечко также здесь врезан еще один канальник он вверху то есть также задувает теплый воздух между листами и он проходит тоже туда уходит то есть если мы посмотрим здесь немного еще бардачок то вот видите отверстие прорезано сюда теплый в предбанник воздух поступает также здесь второе отверстие отклеилась решетка вот теплый воздух сюда поступает в предбанник идем дальше теперь значит понятно да если вы кого двухслойно надо обязательно врезать воздух нагнетание воздуха чтобы брался теплый воздух и чтобы сушил полость чтобы не было точки росы можно так сказать чтобы на листе не образовывалось конденсат какой час в огуречный потом покажу вам там вообще у нас конденсата не значит что делать видимо придется вентиляцию делать также установлена вентиляция принудительная то есть два канальных вентилятора они включаются при температуре это для жары когда жарко плюс 27 вот такой стоит термо регулятор видите сейчас теплица 16 7 показывает датчики стоят на 19 градусов и стоят и вот сразу автоматически включаются вот эти вентиляторы для разгона воздуха холодный воздух берется через вот эту трубу она с улицы с клапаном и и еще когда жарко мы же вот эти двери оставляем открытыми еще клапан вот стоит и прямой клапан на 150 в нем стоит клапан закрывается который когда не втягивает то еще интересно про освещение тут начать все делать тут как бы перцы растут по мелочи все посажено мне сказали так то никому ничего не показывать но огурчики он тут какие-то еще живут растут поэтому для того для тех у кого двухслойный два слоя поликарбоната нужно делать канальные вентиляторы стали чтобы они эти между слоями раздували воздух и не было точки росы на внутреннем листе все ничего сложного нет можно ставить помощнее я вот такой купил недорогой вент видим 220 метров кубических часть максимальная минималка не знаю в леруа покупал сколько стоит а туда уже хризал решил сэкономить обычно которые там туалетные не туалетные надо его еще поправить видимо немножко слетел вот ничего сложного нет и эти такие же вот стоят они включаются вот так вот такой небольшой рассказ опять